Вот сегодня у нас ещё один технический вопрос. Электронные лампы, ускорители частиц. Ну, в общем, я, как говорится, пользуюсь своим положением. Вот сопряг вместе две вещи. Электронные лампы, ускорители частиц. В принципе, в них есть что-то похожее. И там, и там ускоряют заряженные частицы. Заряженные частицы, то есть электроны, ускоряются в лампах электронно-вакуумных или как электронных лампах. И то же самое, заряженные частицы, электроны, протоны, ионы ускоряются в ускорителях элементарных частиц. Ну, вообще, я вам хочу вот что рассказать. Мне любимая вещь такая вот в технике, вот люблю её разглядывать, читать про неё книжки, это электронные лампы. Вещь в значительной степени себя уже изжившая, да, поэтому не очень уж так прям интересная, но впечатляющая. Поэтому не могу не рассказать вам про неё хоть что-нибудь. Да, вот хоть что-нибудь не могу рассказать. Не могу не рассказать. Ну, давайте хоть что-нибудь расскажем. Вот, во-первых, тут вот лампа у меня показана. Полюбуйтесь. Вот что-то у этих ламп как будто не то. Вот у этих ламп, например, да. Во-первых, размер у них как будто не тот. Они, правда, в разном масштабе сфотографированы. Вот эта лампа длиной полметра. А вот эта лампа, только одна вот эта часть, радиатор, 57 сантиметров. То есть больше полуметра, да. Есть лампа вообще в рост человека. Но вот сразу возникает вопрос, а что это вот за штука здесь такая вот рифлёная? И почему она такая рифлёная? И здесь тоже вот что-то такое вот всё вот в рубчик. Не знаю, видно вам этот рубчик или не видно. Это радиаторы. Это охладители, охлаждающие анод. Вот тут вот у этих ламп где-то тут вот катод. Где-то тут катод. Катод, с которого улетают электроны. А тут вот происходит ускорение электронов. И они падают на анод. Естественно, они там тормозятся, и весь этот свой пыл, не растраченный в полёте, они, значит, сюда и высаживают. Я вам хочу доложить следующую вещь. Это лампы генераторные, как говорится. Это лампы генераторов, которые передают, так сказать, сигнал на трансляционных станциях разного рода, радиолокаторах, вот таких вот вещах. Вот тут такая классическая вещь. Вот электронные лампы. Их очень мило. Раньше было их очень много. Они быстро выходили из строя. Их можно было разбирать. Внутри там целая конструкция была. Там могло быть в одной лампе сразу несколько. На самом деле лампы просто их объединили в одном баллоне. Вот в одном баллоне несколько ламп объединили. Это очень занятное изделие. Вообще, я сам видел лампы в музее, правда, высотой выше человека. И у них вот этот вот охладитель, радиатор, вообще предназначен был для охлаждения кипящей водой. Почему кипящей водой? Потому что кипящая вода здесь превращается в пар. Это как раз наиболее эффективная теплоотдача. Вот за счет просто испарения в процессе кипения. Просто за счет теплообмена. Вот как вот вода охлаждает двигатель автомобиля. Она же ведь не должна в норме кипеть. Вот тут она в норме как раз кипит. Вот так вот охлаждает кипящая вода. Но это неудивительно. Представьте себе, какие энергии нужно передать в эфир, чтобы сигнал могли поймать, в принципе, на всей планете. Вот особенно вещательные станции, такие вот, которые вещают просто на неограниченное количество радиоприемников. Весь мир надо заполнить этими электромагнитными колебаниями. И все они вышли вот из этой лампы. Представьте, какая энергия должна быть. Хоть вот в объеме там комнаты, я не знаю, квартиры, чего там. Это не очень большая энергия, вообще незначительная. Но ведь это ведь в объеме всей Земли, всей вот этой вот, так сказать, области между поверхностью Земли и ионосферы. Кошмарное количество энергии надо бы выделить. Это все через эту лампу выходит. Вообще-то очень впечатляет. Ну, знающего человека, конечно. Так, ну что ж, перейдем. Есть очень такая занятная лампа. Каких только лампы не бывает. Названия бывают всякие интересные. Например, фантастрон такое название есть. Там магнитные поля работают в этой лампе. Магнитные поля, которые поворачивают траекторию движения электронов. Вот это тоже очень интересная лампочка. Здесь тоже есть траектория движения электронов. Вот, обратите внимание, здесь есть, значит, отрицательные и положительные электроды. Значит, как катод, анод. Их очень много. И вот очень интересным образом движется в них заряженная частица. Она попадает от одного катода, значит, к аноду и так далее. Вот такие сложные траектории описывает. И в итоге улетает туда же, откуда прилетела. Вот так вот, получается. Она так полетала, полетала и ускорилась. Это вот так удается сделать. Кстати, за счет тоже магнитных полей. Тут сердечник фигурирует. Ну, вот такая очень популярная лампа. Ее так, ну, как это сказать, такое вот коммерческое название, что ли, магический глаз. Раньше всегда вот у радиоприемников, у магнитофонов уровень записи регулировал. Когда-то, значит, настраивается определенным образом. Там, значит, определенная картинка. Очень занятно было сюда любоваться. Я вспоминал как-то раз о такой лампе. Вот это тоже маленький ускорительчик электронов, фактически, который на пленочку стеклянную покрытую, или металлическую пленочку, покрытую люминицирующим составом, кристаллофосфором, посылает свои электрончики. Они вот нам, значит, выдают картинку. Лампы соседей, скажем, электронно-вакуумных ламп, газонаполненные лампы. Причем это не электронные, это обычные лампы накаливания. Да, вот знакомые до боли лампы накаливания. Про них я хочу вам только одну вещь сказать, да. В принципе, как устроена лампа накаливания, вы знаете. Это баллон. Из первых ламп действительно выкачивали воздух, чтобы спираль не горела. И в первых лампах, знаете, что использовалось в качестве спирали? Никогда не догадаетесь. В качестве спирали использовалось обугленное хлопковое волокно. Хлопковое волокно, обугленное уголь, углерод, он проводит электричество. Но достаточно плохо проводит. Это не то, что металл. И вот на этом сопротивлении оно светило ярко. Значит, была такая задача сделать... В свое время, конечно, была такая задача сделать лампы, осветительные приборы, которые бы освещали за счет электричества, электрический свет. Значит, первое, что в голову пришло, это были разного рода дуговые приспособления. Но дуговые приспособления, у них была одна беда. Постоянно уменьшалось расстояние, вернее, изменялось расстояние между электродами. Электроды сгорали. Просто угольные электроды, они сгорали, и между ними постоянно изменялось расстояние. В вакууме эту процедуру сделать нельзя, просто разряда дугового в вакууме не получится. Для светящегося разряда нужен был именно разряд в воздухе. Светится здесь вот разогретый разрядом воздух. Вот что светится, да? Ну и при этом выгорают электроды. Свеча Яблочкова была такая. Очень интересная идея была. Электроды шли параллельно. Между ними был, значит, некий защитный материал, непроводящий. И свеча загоралась на концах этих вот электродов, как между двумя пальцами. Они оба постепенно сгорали, и сгорала вот эта вот вещь. Ну, Яблочков у нас соотечественник. Идея вот этой вот свечи Яблочкова, ну, поэтому, такая красивая, достаточно технологически такая вот она замечательная. Изобретательский ум проявлен. Кстати, интересно, что Яблочков, в общем-то, электричеством мало интересовался. Его мечтой было сделать летательный аппарат. И вот у него была одна только проблема, как на летательном аппарате, вот когда он мечтал о этом летательном аппарате, осветительные приборы нужны были ему, не знаю, зачем. Может, он хотел землю освещать и фотографировать ночью. Ну, вот ему нужны были мощные осветительные приборы. И вот он придумал такую вот, очень такую простенькую, скажем так, авиационную лампу, да, лампу для самолетов. Ну, об этом все забыли, помню, только что свеча Яблочкова. Дальше, больше появилась идея, в общем-то, как-то использовать лампы накаливания. То есть, ток накаливает проволоку, проволока светится. Такие, значит, ну, сам факт накаливания проволоки был известен, свечение нагретых материалов. Значит, стали экспериментировать. Баллон, значит, проволока сама вся сгорает быстро на воздухе, окисляется. Ну, проволоку-то особенно не используешь, нужно что-то такое с достаточно большим сопротивлением. Баллон откачивать пытались, откачанный баллон, эвакуированный, как говорят, то есть, воздух откачивали оттуда, он, значит, ну, работает как-то. Но тут не очень, чтобы очень хорошо получается. Во-первых, сам по себе откачанный баллон – это опасная вещь, он может разбиться, и куски вот эти разлететься могут. Очень удивительно то, что они разлетаются в разные стороны. Вот этот баллон сначала схлопывается под действием атмосферного давления, потом, не столкнувшись друг с другом, разлетается в разные стороны. То есть, как взрывается. Вот известны всякие вот взрывы кинескопов, таких вот больших вакуумных приборов. Ну, пытались заполнять азотом. Самое милое дело заполнять оказалось инертными газами, аргоном, например. Вот хороший такой популярный газ аргон. У ламп один недостаток, у всех этих ламп. Ну, и хоть даже в вакууме, если даже в вакууме есть, даже особенно, если в вакууме есть. Вот это вот спиралька. Сейчас её делают из вольфрамовой проволоки. Ну, или проволоки, покрытые вольфрамом. Потому что вольфрам – самый тугоплавкий из, так сказать, известных конструкционных материалов. Так вот, она нагрета. И вот с неё, как с катода, пытаются вылететь частички вольфрама. Они нагреты, вот он испаряется вольфрам. Если в вакууме, он будет пылить. И вот вы замечали, если лампа обычная, не галогенная лампа, то она постепенно начинает хуже светить. То есть лампу надо регулярно обновлять. Вот была яркая лампочка, поработала, поработала, стала не такая яркая. Это на баллоне, он холодный достаточно, ну, против этой спиральки он очень холодный. На баллоне высаживаются вот эти вот атомы вольфрама. То есть постепенно происходит вот напыление слоя вольфрама на внутреннюю поверхность колбы. Естественно, колба становится менее прозрачной. Не всегда это допустимо. Ну, например, во всяких там сигнальных лампах, предназначенных, скажем, там, для работы в каких-то ответственных условиях, там, автомобильные лампы, кинопроекционные лампы, она должна всё время давать постоянный свет, причём она работает в экстремальных условиях. Вот как-то однажды мне пришлось проекционную лампу использовать в физическом приборе, и инженер, который мне помогал, он взял и просто её припаял. Так вот эта лампа в норме работала. Это было что-то вот вроде вот такой лампочки немножко похоже, только здесь два штырька было. И вот лампа в норме работала, светила, было-то мне всего там ватт, наверное, 100 в этой лампочке. Так вот этот припой отсюда просто стёк. Она так была нагрета, что вот сято, что тёк даже припой. Они работают, так-так форсировано работают. Зачем очень важно для проекционных ламп, чтобы, значит, определённую форму имела вот эта вот светящаяся область. Потому что именно на эту светящую область рассчитана вся проекционная установка. Вот, кстати, одна из таких ламп, вот видите, аккуратненький такой прямоугольничек. Вот он будет светиться, когда будет работать лампа. Вот такие вот лампы. Так вот надо, чтобы не осаждался вольфрам на поверхности. Это такая чудовищно форсированная лампа. Светит она так голубовато даже как-то, вот, да, понимаете? Наши лампочки, что мы так вот обычно в быту применяем в квартирах, всё-таки у них свет такой желтоватый, замечали? А вот говорят, у галогенных ламп такой голубой. Так вот, галогенные лампы, вот что такое. Это такая же лампа накаливания, в которой варгон, который наполняет внутри колбу, в него добавлена некая премис галогена. Пары, значит, какого-нибудь галогена. Помните галоген в тор-хлор, бром-иотостат? Вот бром, например, туда вот запустить. Что будет происходить? Испарился атом вольфрама. Нагретый, горячий атом вольфрама сталкивается вот в этом вот в колбе с молекулой брома и реагирует с ней, вступает в реакцию. Бром его окисляет. Получается летучее соединение вольфрама с бромом. Летучее вот такое вот соединение, да? Вот помните, например, вот Си-хлор-4. В прошлый раз мы из него, была такая сценка здесь на этом экране, растили кристалл кремния, да? Си-хлор-4. Вот. Ну вот это летучее соединение, это газ. Газобрат. Так вот, соединение с галогеном вольфрама тоже газ при таких температурах. И этот газ летает, летает. Молекулка так в газе, она не думает осаждаться на холодную колбу. И вдруг однажды подлетает к вольфрамовой нити. Вольфрамовая нить такая горячая, вы не представляете, что разлагается молекула бром отдельно. Вольфрам на нить сел опять, вернулся на свое место. Туда, откуда улетел. Поэтому колба у ламп галогеновых не темнеет, на нее не высаживается атомы вольфрама. Вот так вот устроен мир. Поэтому такую лампу можно чудовищно форсировать. Она будет светить голубоватым светом. Чем горячее нагретая поверхность, тем она более голубой свет излучает. То есть спектр начинает сдвигаться в голубую область. Вот такие вот чудовищно. Ну, чудовищно, просто я с ней столкнулся, что с контактов стекает даже, значит, олово-оловянный припой. Ну вот, поэтому вот так вот и получается. Хорошо же. Ну вот, развлекательная картинка. Исключительно для того, чтобы показать вам, какие бывают лампы. Это лампы газоразрядные. Значит, газовый разряд. Знаете, такая вещь, да? Значит, в газовом разряде почему-то спектр излучения обычно больше сдвинут в ультрафиолетовую область. Ультрафиолетовый – это невидимый свет. Ультрафиолетовое освещение нам совершенно ни к чему. Ну, если только вот в соляриях там или где-нибудь, где нужно провести стерилизацию, да? Вот стерилизуют там операционное помещение, там всякий там инструмент медицинский стерилизует. Вот такие вещи делают. Вот там это действительно нужно. Так вот, делают разряд в парах ртути, например. Вот в парах ртути очень хорошо проводят разряд. Ртуть очень хорошо излучает в ультрафиолетовом диапазоне ртутные лампы. Они так медленно-медленно загораются, потому что нужно ее, так сказать, разогреть, раскочегарить, чтобы у ней ртуть, капелька ртути, которая там есть, испарилась, и вот чтобы в парах ртути шел этот разряд. У ртути очень много ультрафиолетовых линий в спектре излучения. Так вот, этот ультрафиолет, он возбуждает люминофор. Эта лампа, кроме всего прочего, еще должна быть покрыта люминофором, слоем люминофора или кристаллофосфор, что мы называли. Вот этот люминофор, вот его разогревает, возбуждает ультрафиолетовое излучение, оно хорошо им поглощается и светит. Сейчас в последнее время пошли в обиход, ну не последний, это последнее время началось очень давно, значит, пошли в обиход так называемые натриевые лампы. Вот натрий, он таким желтеньким светом светит. Он гораздо приятнее. У него много очень спектральных линий в области видимого диапазона. Но сам по себе натрий несколько дороже ртути. Но зато, пожалуй, что и безвреднее для окружающей среды. Все-таки ртуть тяжелый металл, а натрий, ну что он, вступит в реакцию, да превратится в какую-нибудь щелочь или соль. Так что это не опасно на помойке. А вот эти все наши такие вот как светящиеся трубки, да, знаете, такие трубчатые лампы. Кстати, по-моему, вот одна из них изображена, да, такая вот трубочка такая, да. Ее даже тут художник разорвал, она показалась ему слишком длинной. Вот в этих лампах происходит как раз газовый разряд в ртути. Там есть небольшое количество ртути. И провоцирует люминесценцию, люминофор, который из нее покрывает. Это раньше называли лампой дневного света. Но сейчас к ним отношение несколько более холодное, к этому холодному газовому свету. Потому что, во-первых, она, значит, есть некие проблемы с мерцанием этой лампы. Если лампа накаливания обычная, она не успевает остыть за время, когда ток меняет свое направление. Он меняет свое направление сто раз в секунду, да. То есть с частотой сто герц, в принципе, обычная лампа так вот слегка должна мигать, лампа накаливания. Но это ток-прибор, можно заметить, глаз не замечает. А вот это вот можно заметить. В таком случае стробирование можно видеть, да. Знаете, как можно проверить качество освещения в помещении. Кстати говоря, с стробированием лампы можно бороться. Делают люминофор, который затянуто излучает, да. То есть, ну, тоже борются. Вот так вот помахать, вот так пальцами перед глазами, да. Если вы увидите, что пальцы начнут как-то расщепляться, да, значит, освещение не очень хорошее, не очень полезное для глаз. Ну, скажем, в какой-нибудь читальном зале такое освещение ни к чему, да. Или там в какой-нибудь детской комнате, в классе. Обычно эти лампы, они много электричества экономят, используют, знаете, вот какой-нибудь сборочный цех, там, уйма ламп. У этих сборочных цехов еще вспомогательное производство. Эти лампы, уже отработавшие свое, списанные, значит, перерабатывать, выделять из них ртуть. Демеркуризация, называют меркурия ртуть, гидраргером. Вот, значит, изымать из них ртуть. На помойку, на свалку выбрасывать такую лампу опасно, потому что, ну, ртуть все-таки нехорошо ей попадать в окружающую среду. Не положено-с. И вот мы пришли, наконец, к ускорителям. Самый такой простой ходовой ускоритель, это называется бетатрон. Он самый простой с точки зрения, ну, скажем так, применения. Да, вот как раз бетатроны используют, знаете, где? В промышленных рентгеновских установках, предназначенных для просвечивания деталей каких-нибудь больших. Вот, с целью поиска в них раковин, там, включения шлака, вот таких вещей, да? Значит, через большую железяку нужно много рентгеновского излучения. Да и хорошо бы, чтобы они энергию большую имели, эти рентгеновские кванты. Были бы почти что не то, чтобы жёстким рентгеном, а мягким гамма-излучением хорошо бы совсем было. Вот тогда вот их регистрировать. Ну, бетатрон – это хитрая вещь. Дело вот в чём. Как он работает? Прям даже не знаю, сразу вам объяснить или немножко погоди. Вот смотрите, вот это вот, это разрез его. Это вот канал, по которому движется пучок электронов. Он, естественно, вакуумирован. Катушки. Катушки, 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 катушки. Катушки создают магнитное поле. Вот это вот сердечник магнитного поля. Сердечник, который создаёт магнитное поле. Так вот, магнитное поле, оно создаёт переменное. И вот что происходит. Здесь создаётся переменное поле, скажем, вот так направленное. Вот так, сюда, сюда, туда, сюда, туда, сюда. При этом вот здесь в области бетатрона возникает вихревое электрическое поле. И вот это вот вихревое электрическое поле как раз и разгоняет электроны. А потом электроны, как говорится, высаживаются на мишени, и из мишени идёт поток тормозного рентгеновского излучения. Дело в том, что когда электрон тормозится, есть такой закон природы, что движущийся ускоренно заряд излучает. Который заряд замедляется, тоже ускорение, только отрицательное для него, он тоже излучает в ту сторону, куда летел. Например, когда вы смотрите телевизор, только не пугайтесь, там совсем всё ничтожно. Значит, электроны падают на маску, электроны падают на люминофор, они тормозятся. Но тормозятся они очень мягко, нерезко, и вообще у них энергия маленькая. Поэтому практически рентгеновского излучения перед телевизором никакого нет. Это вот всё сказки и байки о том, что перед телевизором сидеть, облучаться. Нет, никакого там облучения нет, ну, кроме того, что, может быть, для глаз не полезно смотреть телевизор. Особенно маленьким детям с близкого расстояния. Вот так говорят, что потом с очками будете ходить. Но ещё хуже смотреть на близкого расстояния на дисплей. Значит, там совсем близкое расстояние. Кстати, это связано с тем, что не совсем понятно глазу, где надо фокусироваться на изображении, когда он смотрит на телевизор. Вот поэтому тут вот так вот глаз не знает, как дёргать, особенно у детей, вот, аккомодация называется, приспособление. Ну, и в итоге вот эта система, вот это вот изменение всё время фокусного расстояния, она и портится в этом объективе. Вот, вот так вот я вам по-простецки рассказал. Есть замечательная вещь, циклотрон называется. Это самая такая вот принципиально простая, значит, вещь. В качестве ускорителя придумал Лоуренс. Вот, как выглядит в нём ускорение? Всё очень просто. Два электрода, их называют дуантами, дуант, дуант, два электрода. На эти электроды подаётся переменное поле электрическое. То здесь плюс, то здесь плюс, то здесь плюс, ну и, соответственно, там минус, да? И что происходит? Вот здесь главное, чтобы появились исходные электроны. Ну, типа той лампы, помните, я вам в самом начале показывал, которая там по кругу, что-то там в магнитном поле крутится, электроны ускоряются. То есть, ну, также можно за счёт газового разряда, скажем, протоны получать. Гораздо интереснее протоны в этом случае использовать, хотя и не так перспективно. Вот, в смысле, что на циклотроне слишком быстро их не разгонишь. И вот вылетает заряженная частица, а тут приложено магнитное поле, самого главного не сказал. Над этими дуантами, вот эти вот полые внутри электроды, они полые, пустые, вот так вот. Внутри вот отлетают электроны этих электродов, значит, с двух сторон. Как две коробки, как консервная банка разрезанная, вот так вот. Вот, значит, две катушки, сверху, снизу, электромагнитные катушки, магнитное поле здесь. И в магнитном поле под действием силы, значит, сила, как бы назвать, сила ампера действует на ток, это, значит, сила тоже действует перпендикулярно движению электронов. Начинают они двигаться по спирали. Почему по спирали раскручивающейся? Значит, чем меньше скорость частицы заряжены, тем меньше радиус. Чем больше скорость, тем больше радиус. Что же дает им дополнительную скорость? Вот каждый раз, проходя между дуантами, вот здесь вот, да, здесь, скажем, значит, минус, здесь плюс. Электрон здесь получает некое ускорение. Пролетел, а тут уже поле поменяли. Вот, видите, это тут переменное поле. И он опять ускоряется. Опять, и опять. И вот так он ускоряется, ускоряется много раз. При этом его диаметр, его орбиты все время возрастает. И, наконец, он улетает в дальнейшее пространство, для дальнейших опытов. Также можно и протоны ускорять. И улетает он. А дальше его физики используют по своей потребности. Он должен удариться о мишень. Это их любимое дело. Бомбить пучками протонов или ядер, ядра мишени. Запасемся пучками протонов от бомбимыми ядрами мишени. И наберем статистики вагон, да. А потом эту статистику они обрабатывают и разбираются, как же устроено ядро. Это все равно, как, значит, разбивать будильники. Вот по этим будильникам, значит, стрелять пулями. И регистрировать, скажем так, царапины, которые возникают от разлетевшихся деталей будильников. А потом по форме царапин восстанавливают принцип работы этого будильника. Вот так вот построена вообще задача ядерной физики. И у них единственный способ, значит, как у кузнеца бить по металлу, чтобы улучшить его качество. Так у физиков, ядерщиков, элементарщиков элементарных частей долбить и долбить мишень пучками протонов, ионов, электронов. Лишь бы долбить и в этом вся их задача. Вот такая жизнь у них. Вот так. Но здесь есть маленькая проблема. Без конца не разгонишься. Начинает работать эффект теории относительности. Специальная теория относительности. Помните, что быстро движущееся тело приобретает дополнительную массу. Там временные эффекты появляются. И вот у его траектории уже перестает. Так он оборот уже начинает совершать за разное время. У него вот эти обороты, самые большие, уже попадают не в такт с этим полем. Надо это поле сделать, так сказать, фазировать с ним. Поэтому возникает идея, скажем так, синхроциклотрон. Синхроциклотрон. Синхронизировать надо это поле с изменяемой частотой. Синхрофазотрон. Вот, например, такая картинка. Синхроциклотрон. Кстати говоря, здесь уже нет никаких дуантов. Вот это вот магнитные линзы, что называется. В этих магнитных устройствах происходит просто поворот пучка на определенный радиус. Обратите внимание, все время приходится поддерживать, чтобы радиус был одинаковый. Повороты, да? То есть, все время надо приходится менять магнитное поле. Чтобы вот этот радиус движения был одинаковым. Частица ведь ускоряется, а поле приходится делать больше, чтобы оно загибалось, загибалось, то есть, искривляло свой путь. Чтобы она продолжала находиться внутри этой трубы. Да, вот эта труба вакуумированная, причем очень огромная длины. Значит, километровые, десятки километров. Вот эта огромная вакуумная труба. Ее надо вакуумировать, качать. Прежде чем начать работать, ускоряется, бывает, трубу откачивать месяцами, чтобы из нее убрать все следы воздуха. Там должен быть очень глубокий вакуум. Ее греют, чистят, моют. Говорят, что очень хорошее средство было раньше для мытья этих вот вакуумируемых объектов. Это было совсем давно, я еще маленький был. Это называлось стиральный порошок «Новость». Специально проводилось исследование, какое же моющее средство лучше всего очищает. Оказалось, стиральный порошок «Новость». Вот он лучше всего очищает от всяких таких вот... Это называется обезгаживание. То есть, газ удаляем, да? Дегазация, если это на войне, да? А это обезгаживание. Обезгаженный называется такое слово. А вот здесь вот она, такая заштрихованная область. Эта область отдана на откуп радиоинженерам. Здесь подается, так сказать, радиоволна. И вот внутри этой радиоволны пролетающие частички заряженные, они как раз ускоряются. В радиочастотном диапазоне, вот так, в нужное время они пролетают. Все должно быть синхрофаза. Синхронизированный, фазированный, синхрофазотрон. Вот как называется это дело. Занимаюсь на труде синхрофазотроном. Песенка такая была. Вот этим, чем там ребенок занимался. Нужно сказать, что приходится делать так. В этот синхрофазотрон, значит, уже запускают хорошенько ускоренный пучок. Значит, сначала от лампы, почти как лампу. Вот я вам в самом начале показывал такую, с магнитным полем лампу. Значит, пучок вылетает. Потом, значит, циклотрон ускоряет. Потом вот такое кольцо. Потом еще большее кольцо. Это такое вот соревнование. Надо сказать, что очень, так сказать, оно было драматичным в 60-е годы. В 67-м году под Серпуховым в Протвино построили, значит, вот такой вот протонный ускоритель примерно на 72 гева, гигаэлектронвольт. Значит, я тут раз уж сказал эти слова, должен объяснить. Значит, энергию заряженных частиц принято мерить в электронвольтах. Электронвольт – это энергия, которую приобретает частица с зарядом в один электрон, пройдя разность потенциалов 1 вольт. Значит, 1 электронвольт – это 1,6 на 10 минус 19 джоуля, совершенно исчезающая величина. Значит, миллион электронвольт – это, значит, МЭФ, мегаэлектронвольт. Килоэлектронвольт – это 1000 электронвольт, а гигаэлектронвольт – это 10 в девятый электронвольт, в миллиард электронвольт. Вот 10 в девятый, значит, будет 1,6 на 10 в минус 7 джоуля, да, на 10 минус 7 джоуля. Сейчас уже сумели даже дойти до энергии порядка терраэлектронвольта, то есть это уже 10 в 12 электронвольт, да, 10 в 12 электронвольт, то есть 1,6 на 10 в минус 7 джоуля. Вот такие вот величинки. Это у одной частицы такая энергия. Ну, в общем-то, маленькая, но, представьте, это у одной частицы только. И вот так уж получилось, вот как-то вот спешили к 67-му году, 50 лет советской власти, хотели построить вот этот ускоритель. Он некоторое время был самым мощным в мире, ну, не некоторое, достаточно большое время, порядка 10 лет, по-моему, не изменяет память. Но так уж получилось, что вот в этом диапазоне энергии, в котором он работал, ничего такого принципиально нового с точки зрения, ну, вот открытия каких-то новых частиц, открытия новых свойств материи, вот, ну, не удалось сделать. Это вот не тот диапазон был. Нужно было еще примерно, ну, на полпорядка, ну, хоть раз в пять помощнее сделать. Ну, что и было позже сделано, такое место есть Ботавия в Америке, там, ЦЕРН, в Швейцарии СИН, то есть это тоже в Швейцарии швейцарский институт ядерных исследований. Ну, вот такая вот конструкция, значит, пучки, понимаете, летают друг на друга, значит, влияют. Вот они раскручиваются, выкручиваются, выходят и, значит, куда-то там здесь встречаются, пучок с пучком, скорее всего. Что я хочу вам еще сказать. Все такие приборы обладают еще одним свойством. У них есть, так называемое, циклотронное излучение. Значит, вот в этом магните электрон, что делает? Или протон, заворачивается сюда, вот, да? Он движется ускоренно, ускорение направлено к центру вот этой окружности. Поэтому он излучает. Он излучает, и вот это вот называется синхротронное или циклотронное, кто как любит называть, излучение. Его используют, ну, это рентгеновское, гамма-излучение. Его используют для исследования свойств вещества, значит, просвечивания чего-то там. Это такой тоже популярный способ приспособиться к электронным ускорителям, чтобы там что-то такое сделать. Ну, так вот, долго думали физики, что бы такое сделать, чтобы увеличить энергию соприкосновения ядра мишени с падающим на него протоном. Думали, 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 наконец, придумали. Хотя это было, конечно, очевидно, сразу такая вещь. Наверное, сразу и придумали, а существительнее сразу смогли. Надо эти два пучка навстречу друг другу направить, попытаться. Но сами понимаете, что два пучка, в котором очень мало этих частиц, навстречу друг другу направили, они едва ли сильно столкнутся. Поэтому пришла идея и такая – делать накопительные кольца. То есть кольцо, в котором два пучка частиц движутся навстречу друг другу и регулярно несколько раз пересекаются. Совсем уж навстречу друг другу двигаться не очень уж удобно. Вот. Вот это, например, что у нас такое есть? Да, это, кстати, по ступенькам ускоряется. Ускоряется, значит, это вот сначала исходное. Один, значит, фазотрон ускорил. Ещё один фазотрон до 28 гигаэлектрон-вольт ускорил. И следующее кольцо начинает болтаться, ускоряться. И вот тут как раз и устраивают встречные пучки. Два идёт пучка. Один в этом направлении, другой навстречу. Но они не то, чтобы совсем навстречу друг другу. Они просто идут и в некоторых местах пересекаются. Вот они, места пересечения двух пучков. Но в силу того, что они тут летают очень много-много раз, значит, даже при их практически световых скоростях, они пересекаются много-много раз в этих местах. И просто надо поставить кучу приборов в районе пересечения пучков и ждать редких событий. Годами ждать и иногда регистрировать какие-нибудь редкие события. Вот так вот выглядит место пересечения двух пучков. Тут изображены магниты, которые регулируют пучки. Ну, первоначально такая идея пучков была реализована на кольцах электронных. Электронные ускорители были. Вот в Германии там, помню, такие были. Дейзи назывался этот ускоритель. Вот, первоначально на них, кстати говоря, очень можно сделать интересный опыт с электронами. Ускорять в одном кольце электрон, а в другом кольце позитрон. Они еще будут аннигилировать и выдавать, знаете, вот, значит, по 500 мэв, значит, такие кванты электромагнитного излучения, да, жесткое такое вот гамма-излучение будут выдавать. Само по себе очень любопытно с таким излучением работать. Оно очень вообще сильно влияет на материалы, сильно просвечивает. Ну, там, конечно, мало будет такого. И всякие другие чудеса творят. Значит, электрон отдача от нее там летают, как бильярдные шары от молота. Ну, в общем, очень здорово, очень любопытно. Ну, физикам это интересно, им все потрясти, поударять. Вот я вам рассказал их методы работы. Так уж устроен мир, иначе туда не влезешь ни с каким другим прибором. Вот. Значит, был придуман еще один метод такой. Его обычно связывают с именем нашего советского академика, так сказать, Векслера, Векслер-академик. Этот Векслер-академик придумал, так называемый, коллективный способ ускорения. Коллективный, не в смысле, так сказать, общественным, да, хотя это очень по-советски звучало, коллективизм. Речь шла об ускорении одновременно и, значит, электронов, и протонов вместе одним и тем же полем. При этом, ну, немножко уменьшалась проблема с фокусировкой пучка, потому что, будучи в целом электронейтральным пучок, да, не нуждался в, так сказать, дополнительной магнитной фокусировке, чтобы они не разбегались, они не разлетались. Потому что, на самом деле, само поле в ускорителе, оно такое сложное, заставляет их электроны еще фокусироваться, да, то есть, чтобы еще не разбегались, ну, соответственно, или протоны тоже. Ну, вот это вот, я уж вам словечко такое говорил, ускорители – это пирамиды XX века, то есть, наука положила на них огромные средства. Ну, вот хочется как-то вам вот так сказать, вот, откуда же эти деньги взялись, вернее, почему государство дало на них деньги. Вот сейчас давайте такое на фоне какого-нибудь ускорителя это будем говорить. Вот он, ускоритель. Значит, смотрите, как было дело. Занимались люди ядерной физикой в 20-е годы, в 30-е годы, да, очень так спокойно занимались, наука была такая, ядерная физика. Академик Флеров, он тогда еще не был академиком, значит, занимался опытами с солями урана где-то в подземельях Лубянки, имеется в виду станции Лубянки современной, тогда это называлось станцией метро Дзержинская. Значит, где-то вот на станции метро Дзержинского у Флеров была лаборатория. Почему в метро? Чтобы не мешали частицы космического излучения, потому что события, которые происходили в солях урана, они очень редкие были, потому что там очень мало урана, и он наблюдал явление очень редкое и фундаментальное совершенно, как потом оказалось для современной техники. Это спонтанный распад ядер урана. Вот если такой распад существует, значит, можно построить систему самоподдерживающейся ядерной реакции. Или, не дай бог, значит, лавинно нарастающей. Не дай бог, это значит, получится атомная бомба. Такая вот стабильно самоподдерживающаяся ядерная реакция, это ядерный реактор. Это электростанция, подводная лодка, несущая ядерные бомбы, атомный ледокол, атомный какой-нибудь там контейнеровоз или что-нибудь в этом роде. Вот. И что же получилось? Это были академические исследования. Учёные, конечно, уважаемые люди, так сказать, гер-профессор, такая вот немецкая традиция, которая к нам попала в своё время, но, тем не менее, больших денег на это не дашь. Но когда после публикации этих данных флёровым, у нас даже на них особо внимания не обратили, разрешили публиковать в открытой печати, когда это был факт существования спонтанного деления, значит, зафиксировано в научной печати, за границей прекратились публикации на эту тему. То есть, эта тема, значит, ядерного, скажем так, проекта, когда она называлась «Урановые проблемы», была закрыта для печати, и вот в течение потом, наверное, примерно 10 лет было создано ядерное оружие. Чуть больше 10 лет прошло. На это потребовалось огромное капиталовложение. То есть, государство отпустило деньги на это дело. Ну, Эйнштейн, авторитет Эйнштейна на Западе помог, у нас помогло то, что наша вот свойство такое, как бы не отстать, повторять все то, что делают американцы в области военной техники. Мы с тех пор стали, так вот, они это, и мы это, гонка вооружения, это называется. Вот, пока асимметричный ответ такой термин не придумал, значит, Горбачев, при Горбачеве не был придуман, вот у нас все была гонка вооружения. Гнались друг за дружкой. Ну, так вот, и показалось, что ядерный физик-то, он какие вещи может, да? Как бы чего не пропустить. Значит, вам нужен ускоритель, так сказать, товарищи ядерной физики, или господа ядерной физики, дадим вам, дадим ускоритель, дадим деньги, построим. Естественно, в секретном закрытом городе построим этот ускоритель, будете там работать. Ну, вот какое-то время так вот работа велась. На эту тему один академик остроумно сказал, что современная физика – это способ за казенный счет, значит, за государственные деньги удовлетворять свое любопытство. Вот так он это дело прокомментировал. Ну, вот этот вот долго действовал импульс, который впечатлял, значит, ядерное оружие, потому что всегда существует вероятность, как оказалось, что в результате фундаментальных, совершенно вроде бесполезных исследований может быть открыт источник чего-то, что может очень сильно изменить либо военный паритет, то есть создать какое-то новое военное оружие, либо что-то в промышленность сделать. На самом деле XX век, особенно вторая половина, запомнилась тем, что было очень много новых технологий из фундаментальной науки, импортированных, так сказать, ну, просто в прикладную науку. Появилась идея создавать, так сказать, научные центры, где бы происходило внедрение разработок, значит, из фундаментальной науки, значит, в прикладную. Вот, в частности, так был создан Новосибирский академгородок, там так вот, так он мыслился, чтобы результаты фундаментальных исследований быстро становились элементом прикладной науки, опытно-конструкческих работ, опытного производства. Вот такая вот цепочка была. Ну, вот это вот под впечатлением ядерной бомбы. На самом деле очень много было всяких полезных вещей создано за счёт стимулирования развития науки. Ну, вся та же самая твердотельная электроника, да? Это вот то, что называется сейчас микроэлектроника. Ракетная техника, космические полёты, они, видите ли, в чём дело, очень сильные, такое-то было как спортивное состязание, кто первый высадится на Луне для американцев. Вот американцы его выиграли в 69-м году, но для них это стимулировало развитие, скажем, портативной электронно-вычислительной техники, потому что полёт на Луну не мыслился без бортового компьютера на корабле. То есть бортовой компьютер, который надёжно работает, который малогабаритный, мало энергии потребляет, то есть уйма требований, которые были вот достигнуты. То есть это тоже было такое спортивное мероприятие, как создание ядерной бомбы фактически, да? Ну, ядерную бомбу как-то вот кощунственно называть спортивным мероприятием. Ну вот, лунная гонка, это было чисто такое вот военно-прикладной спорт какой-то такой, да? Вот так получалось. Ну вот, в ходе этих соревнований очень много было технических новинок разработано. Наверное, то, что у нас на столах стоят персональные компьютеры, ну, в какой-то степени мы обязаны этой гонке лунной, потому что разработаны малогабаритные электронно-вычислительные машины. Знаете, как раньше-то? Ну, раньше-то когда раньше? Это еще в 80-е годы, или в ЭВМ занимали несколько залов, а под этими залами в подвале стали кондиционеры, которые создавали этим ЭВМ приемлемые условия работы, а эти ЭВМ-то уже были на полупроводниках, представляете, вот какой скачок. Не на лампах, на лампах это вообще вот что-то монстры, там, 50-х или 40-х даже годов. Полупроводниковые, сколько они тепла выделяли, сколько у них было золотых контактов. С ума сойти, что там было. Огромное количество золота у них было, на одних только контактах. Помните, я вам рассказывал про полупроводники, у которых контакты ничем другим, кроме золотых, быть не могут просто. Они такие тонкие, что любой другой металл быстро очень будет окисляться. Вот такие вот дела я вам рассказал. Жду не дождусь новой с вами, нового свидания, новой встречи. Еще что-нибудь постараюсь вам рассказать по мере сил, конечно. Удачи вам всем.